МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире Первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Продавцы магазинов жалуются на стихийные торговые точки. За санитарную очистку Федоровского водохранилища взялись чиновники. В Караганде впервые открыта школа диджейнга. Битва торговцев. Странная ситуация создалась на торговой площадке перед магазином Айман, что на улице Ермекова. Индивидуальные предприниматели из небольших магазинов жалуются на своих конкурентов, которые торгуют на улице Сладков. Наши корреспонденты попытались разобраться в ситуации. С одной стороны, ситуация проста. У нас рыночные отношения, в которых выигрывает предприниматель, умеющий привлечь покупателя. То есть поставивший менеджмент своего магазина на современную основу. Но как могут конкурировать магазинчики, а их здесь три, с лоточницей? Оказывается, могут. Последнее просто отбивает покупателей у продавцов магазина. Вернее, покупатели не успевают дойти до дверей магазина, как уже отовариваются у продавщицы на улице. И разрешения у нее все есть. Да и детей четверо, которых надо кормить. Ну, это к слову. У меня все есть разрешение. Это городской акимат на возле Айман, улица Ермайква, 62. У меня и по все документы все есть. Все у меня законно, все. Кто хочет, туда идите, все. Индивидуальные предприниматели непримиримы в своей оценке. Что за закон такой? Как быть? У нас тоже есть дети, студенты, кредиты. Во-первых, я 23 года осталась без мужа. Рыночный антагонизм. Борьба за клиента, за прибыль. Так ли все просто? У нас проблема вот такая. Вот эти коммерсанты напротив нас стоят. Они только стоят летом. Они зимой не стоят, потому что холодно. Они перекупщики. У них никаких документов, ничего. У нас ИП, зарегистрирован налоговый. Все документы у нас наличие. Мы платим налоги. Мы платим, снимаем в аренду вот это здание. Расходы у магазинчиков большие, а клиент не идет. Написали письмо в городской Акимат. Ответили, на улице торговать можно дачникам, продающими свой урожай. Но это же явно не сдачи фрукты и овощи. Государство поддерживает малый и средний бизнес. Вот только кто подходит под это определение? Сергей Высокосов, Марат Культенов, Первый, Карагандинский. С 1 июля тариф на холодную воду подорожает в два раза. Если сейчас горожане платят чуть больше 57 тенге за кубометр, уже в следующем месяце цена поднимется до 111 тенге. Подорожания коснутся и ряда других коммунальных услуг. Новые тарифы на холодную воду для Караганды-Су утвердил Департамент по регулированию естественных монополий. К тому же новые тарифы коснутся и на другие коммунальные услуги. Это оплата за услуги канализации. Сейчас карагандинцы платят за водоотведение по 48 тенге, то в июле более 80 за кубометр. Узнать мнение карагандинцев о повышении цен на воду вышли корреспонденты Первого Карагандинского. Это ужасно. Ну, например, я против того, что бы так делали. Конечно, зачем? Как вообще беспредел. Нормально. Вас это раз не беспокоит? Нет, не беспокоит. Это очень плохо, потому что зарплату в два раза не повышают, а все остальное повышают. Ну что, на какие средства мы будем учить своих детей? В два раза, ну, конечно, против этого. Плохо отношусь к этому, потому что качество воды плохое. А что комментировать? Ужасно просто. Зарплаты не повышаются, цены на воду повышаются. Кошмар. Как смотрю, очень плохо. Очень плохо. Ну, куда еще дорожать? Все дорожает. Ну, все. Ну, не знаю, я не в курсе еще. Вам все равно? Наверное, да. В областном Маслихате новый секретарь. Кресло ушедшего на госслужбу Бесимба Ажумабекова, который 6 лет подряд возглавлял депутатский корпус, занял Нурланду Латбеков. Новоизбранному секретарю областного Маслихата 51 год. Он уроженец Карагандинской области. Имеет высшее образование по специальности правоведения. Закончил аспирантуру Института философии и права Академии наук Республики Казахстан. Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук страны. Долгое время работал преподавателем, затем заведующим кафедрой Каргу. С 96 года ректор Карагандинского университета Балашак. Депутатской деятельностью занимается с 2007 года. Единогласным решением народных избранников региона Нурланду Латбеков был избран на должность секретаря областного Маслихата. Напомним, его предшественник Бесимба Жумабеков сложил свои депутатские полномочия в связи с назначением на пост заместителя Акима Карагандинской области. Как видно из биографии, кандидатура Нурлана Латбеков вполне соответствует должности секретаря областного Маслихата. Он ученый, педагог, общественный деятель. Мы в депутатском корпусе знаем его как активного депутата, нашего коллегу. Председатель Карагандинского объединения инвалидов Александр Ивкин стал внештатным советником Акима области по вопросам людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день в регионе насчитывается свыше 53 тысяч инвалидов. Из года в год проблемы людей с ограниченными возможностями остаются неизменными. Обеспечение равных с другими гражданами возможностей во всех сферах жизни, создание доступной окружающей среды, ситуация с медико-социальными учреждениями. Эти и другие вопросы председатель Центра реабилитации инвалидов обсудил с главой региона. Немаловажным вопросом по-прежнему остается доступность образования для инвалидов. Если мы получим образование, мы будем востребованы на рынке труда. Будем востребованы на рынке труда, у нас появятся заработки. Появится заработок, мы даже облегчим премию государства. То есть, возможно, мы не будем получать те же самые госпособия по инвалидности, если у нас будут достойны заработки. Федоровское водохранилище станет чище. За санитарное состояние самого популярного места летнего отдыха горожан взялись чиновники. Отныне на еженедельной основе прилегающая к водохранилище территория будет очищаться. Что еще нового на Федоровке? Об этом узнавали наши корреспонденты. Прекрасное место для отдыха горожан. Какой степной город может похвалиться таким водным простором? Только городские службы за прошлый сезон вывезли с пляжей около 20 камазов мусора. Об этом нам сообщили в Акимате района имени Казабегби. Кто превращает в свинарник пляжные берега? Надо честно сказать, мы сами. Сегодня в местах наибольшего скопления мусора установлены 30 урн. Думаете, мусор бросают в них? Правильно, лучше в кусты забросить. Частные предприниматели, выкупившие пляжные земли, ничего на них не строят. Дикие же пляжи порождают дикие нравы. В смысле чистоты и порядка. Акимам города Караганды утвержден график уборки прилегающей территории Федоровского водохранилища, в соответствии с которым Акиматам района Хазабегби, управления парками города Караганды и дорожными службами будет на ежедневной основе убираться прилегающая территория на безвозмездной основе с 10 июня по 1 сентября включительно. Было проведено выездное совещание, на котором определили размеры территории для уборки и согласовали с полицейскими службами порядок рейдов на Федоровке. За несоблюдение правил поведения и засорение территории бытовыми отходами нерадивые отдыхающие будут нести наказание согласно статей закона Республики Казахстан. Это статья 330, то есть мусор мелкий бытовой, не бросать, надо в установленном месте бросать. А также 387 статья Кодекса административного правонарушения – это мытье машины в неустановленном месте. По этим статьям санкция что предусматривает? По первой части от 2 до 3 МРП штраф, а по второй части при выявлении будет административный арест на срок до 10 суток или до 15 суток. На самом востребованном горожанами месте идут подготовительные работы к сезону, но пляж уже не будет диким. Под свою опеку его взяло Управление туризма, физкультуры и спорта по Карагандинской области. Нельзя же до бесконечности терпеть бескультурье отдыхающих. Теперь здесь будет пологий берег с песочком, болотцы уже засыпают, на его месте откроются спортивные площадки для игры в волейбол и мини-футбол, поставят спортивные элементы. Здесь будут проводиться мероприятия детской и юношеской школы и спортивные школы будут здесь отдыхать бесплатно, а населению будем оказывать платные услуги. Устанавливаются будут здесь беседки. Все лучше, чем загорать среди битых бутылок. Ну, не приучено мы убирать за собой на природе в общественных местах. Значит, надо платить за комфорт и чистоту, которую вам предложат услугодатели. Сергей Высокосов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. В Караганде отметили День защиты окружающей среды. Областной департамент экологии сегодня торжественно поздравил ветеранов, которые стояли у истоков зарождения службы охраны окружающей среды. Амина Смакова подробнее. Ветеранов, которые практически создали базу по защите окружающей среды в регионе, торжественно поздравил Зулвахар Жолдасов, руководитель департамента экологии Карагандинской области. Сегодня вот этот праздник, мы, подчеркиваю, этот праздник пригласили всех ветеранов, которые работали в становлении этой службы с 88-го года, мы всех руководителей, кто был, мы сегодня пригласили в наш департамент для вручения благодарности и оказать внимание этим людям. Это очень большая служба. По словам одного из ветеранов, за весь период существования службы защиты окружающей среды, а ее начало было в 1972 году, были достигнуты большие результаты. Было, значит, постановление еще Советского Союза о создании такого органа, вот, и, значит, мы нарабатывали всю нормативную практически базу. Амина Смакова, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. И миссионер, и пекарь. Прокуратура Карагандинской области пресекла деятельность гражданина Российской Федерации. Тот, по словам сотрудников надзорного органа, занимался незаконной религиозной деятельностью и нелегальным производством хлебобулочных изделий. Мы уже рассказывали, как прокуратура региона был выявлен подпольный цех по производству хлеба, гамбургеров, хот-догов и чебуреков, без заключения госсанопеднадзора. Производством хлебобулочной продукции занимался в помещении бывшего гаража предприниматель, гражданин России. Оказалось, помимо незаконной пекарни, предприимчивый бизнесмен организовал здесь Дом Милосердия, где проживали более 30 человек. Наркоманы, алкозависимые и бездомные использовались в качестве бесплатной рабочей силы. ИП «Безман» осуществлял незаконную миссионерскую деятельность. Почему незаконную? Он не состоял на учете в Управлении внутренней политики как миссионер, и при этом он являлся гражданином Российской Федерации. ИП «Безман» к административной ответственности предусмотрены в части 3, точке 375, как осуществление незаконной миссионерской деятельности. Указанные акты прокурорского надзора находятся на рассмотрении. Главный полицейский региона посетил детский дом, да не с пустыми руками. Сотрудники ДВД Карагандинской области уже четвертый год подряд к различным праздникам привозят детский дом для детей с ограниченными возможностями спортивной и школьной принадлежности. В этот день для гостей в погонах была приготовлена концертная программа, которая бесспорно стала приятным сюрпризом для полицейских. С теплыми пожеланиями к воспитанникам детского дома обратился начальник ДВД региона Мергенбай Жапаров. Затем детям вручили привезенный презент, десятки пар кроссовок, спортивные костюмы, мячи, скакалки и другие спортивные принадлежности. Поддержать детей и сирот стало для нас доброй традицией. Вот уже мы четвертый год, как мы взяли шество над этим школам, детским домом, оставляем детей, мы, в принципе, не оставляем детей. В основном они шерствуют над мальчиками подросткового возраста, чтобы провести профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. На протяжении последних лет правонарушения в детском доме не совершались, побеги детей также уменьшились, вот благодаря такой совместной работе с органами внутренних дел. Искусству диджеинга теперь можно научиться. В Караганде впервые открыли школу диджеинга. Уже порядка 15 карагандинцев изъявили желание попробовать себя в качестве дидж-жокея. Подробности у нашего корреспондента. Диджеинг – это не просто умение подобрать хорошую, качественную музыку, а настоящая страсть к ней, побудившая человека, научиться делать то, чтобы взорвать танцпол своими треками. На открытии школы в Караганде проводились бесплатные мастер-классы и семинары. К слову, в начале года школа профессионального диджеинга была открыта в Тимирта. Авторами идеи создания подобного учебного заведения были известны карагандинские диджеи. Идея возникла у меня, но впоследствии я нашел человека, у которого есть просто уйма аппаратуры, и человеку тоже интересно. И мы объединились, мои мысли и его возможности, и получилась школа диджеинга «Румов диджеинга». В школе уже есть ученики. На данный период у меня очень талантливый ученик, который буквально со второго занятия уже довольно-таки неплохо начал играть. Сейчас он в процессе, ему очень нравится транс-музыка. Но я его, то есть, стараюсь ему объяснить то, что нужно играть абсолютно все. То есть уметь все, не только определенно один стиль, а уметь играть любой стиль. На открытии был приглашенный гость диджей Роман Шукшин, резидент радиошоу на 102.3 FM Астана. Это очень позитивно. Я очень даже рад, что такие семинары проводятся. Как считают многие специалисты, работающие в сфере пиара, музыкальная индустрия развивается, потому что школа для диджеев ждет большое будущее. Такие личности и такой продукт, как диджейинг, и новые диджеи, новые лица, нужны нам в частности и, естественно, Караганде тоже. Почему? Потому что молодежь, так скажем, сейчас нужно использоваться, направлять в нужное русло, и каждый может использовать свой талант. Открыть школу дело затратно. Инициаторам проекта крупно повезло. Нашелся спонсор, который, к слову, к диджейнгу не имеет никакого отношения. Тем не менее, меценат профинансировал покупку музыкального оборудования. Ну, закупились оборудование. Организовали две школы в Тимиртау и в Караганде. Рады видеть в своем, так скажем, клубе всех диджеев, которые уже себе сделали имя и готовы прийти и поделиться этим. Здесь все, как в обычной школе. Уроки, задания, экзамены, аттестат. По окончанию трехмесячных курсов преподаватели устроят между выпускниками соревнования. Здесь стоило узнать, кто чему научился. Прошедшее обучение диджея получит сертификат и возможность отыграть в клубах Караганды. С новостями спорта вас познакомит Берри Копаров. Он уже в студии. Берри, к тебе слово. Спасибо, Ирина. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. Национальная сборная Казахстана по футболу на центральном стадионе Алма-Аты провела товарищеский матч со сборной Болгарии. Наши футболисты уступили гостям со счетом 1-2. На голы Ильиева и Иванова Казахстан ответил лишь голом Дмитрия Шамко. Ежегодно в июне проводится областная спартакиада работников здравоохранения. Этот год не стал исключением и очередные соревнования медиков успешно завершились. 1 июня на стадионе «Шахтер» состоялась областная спартакиада, посвященная Дню медицинского работника. В честь профессионального праздника врачи Караганинской области не только словом, но и делом показывали стремление к здоровому образу жизни и занятия спортом. Все медики области соревновались по 16 видам спорта, среди которых были волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, перетягивание каната и другие. Первое общекомандное место заняла команда города Тимиртау. Вторыми стали спортсмены областной сборной СРРК. Бронзу завоевали медики команды «Антивирус». 1-2 июня в Корейском Сеуле прошел чемпионат Азии по самбо. Сборная Казахстана, не являвшаяся главным фаворитом турнира, сумела занять первое общекомандное место. На главном первенстве Азии по самбо среди юниоров и взрослых участвовали более 200 спортсменов из 20 стран. Карагандинскую область представили четыре бойца, среди них Баглан Ибрагим, Ядлет Саяжанов в весовых категориях 48 и 52 килограмма. Соответственно, завоевали золото среди юниоров. Во взрослом первенстве лучшими на турнире стали Бенбет Канжанов и Арман Сарсенбин. В Сеуле проходил чемпионат Азии. На чемпионате Азии принимали участие 14 стран. И в составе сборной республики Казахстан с Карагандинской области по молодежи два спортсмена участвовало. И в общем зачете сборная Казахстана по спортивному самбо стала первой. На этом у меня все. Занимайтесь спортом. Ирина, слово тебе. Спасибо, Берек. В конце выпуска информация для карагандинцев, которые разыскивают своих родных и близких. Завтра, 7 июня, на площади Гагарина состоятся съемки передачи Бармасен Баурым телеканала Хабар. Желающие могут рассказать о пропавших родственниках или друзьях, не выезжая в телестудию. На этом наш выпуск подходит к концу. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саубонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин